Состояние девятое азартное. Дракон заложил напоследок крутой вираж и, мягко спланировав, опустился у подножия огромного утеса, неподалеку от небольшой, одиноко стоящей хибары. — Ну вот, — сказал он, — куда мог, туда тебя доставил. А дальше пути мне нет. — А чего это? — удивился Петя, с драконовой спины сползая, до руки ноги разминая. — Больно уж очеловечился я, в сказках ваших прижившись, а оттого потерял двойственность сути своей драконии. Гожусь я теперь лишь для наружного употребления, а царство дракония уже не для меня. Такая вот миссия у меня особая. В мире людей она когда-нибудь и закончится. Не все понял старик из объяснений помощника своего добровольного, да только стало ему грустно за него. Похлопал он дракона по шее сочувственно, за гриву его потрепал, будто коня какого. — Переночуешь-то, — ткнул дракон когтистым пальцем в хибару. — Пустая она стоит. Вот только поутру не особенно в ней залеживайся. — Почему? — спросил Петя. — Вот утром и узнаешь, — ухмыльнулся дракон. — Отправишься ты потом туда, куда сам поймешь, что идти надо. Если поймешь, конечно. — По-другому нельзя. В царство дракония никого за руку не приводит. — На прощание вот еще что скажу, — продолжал дракон. — Следует иметь тебе в виду, что драконы — это настоящие джентльмены и никогда не приходят без приглашения. Ну, а в том, как именно ты их в свою жизнь зазываешь и для чего это тебе нужно, разбирайся уже сам. — Совет еще дам. Совсем уж прощался Трехголовый с Петей. — Не пытайся в царстве драконьим обманом чего-то добиться, потому как невозможно это дело хитрее самого себя оказаться. — Ты это о чем? — удивился старик. — Да всего лишь о том, что если идешь ты сражаться с драконом, не забудь прихватить с собой палку. Она ему очень даже может пригодиться. Захохотал дракон, крыльями взмахнул и был таков. Спал старик не старый и сном крепким, да сон видел странный. Будто лежит он на лужайке солнечной, днем весенним. И вдруг видит, вылезает из земли червяк дождевой, на солнышке сладко потягивается, а рядом с ним другой червяк появляется. — Я вас люблю, — говорит первый червяк второму. А тот ему отвечает. — Дурак, я твоя задница. Пробудился старик, да глаз не размыкая, размышлять принялся. К чему бы сон такой? — Отчего тут мудрить особенно? — раздался в нем смешок ехидный. — Все и так ясно. Любая задница, которую ты увидишь рядом с собой, это ты и есть. Хоть вообще-то неправильный сон ты увидел. Червяки, они ведь делением на самом деле размножаются. — Это как? — удивился старик, глаза открывая. — А лопатой! — захохотал колпак. Еще больше удивился старик. Даже на ноги вскочил. Да только не от болтовни этой внутренней. А от того, что ложился он спать в хибаре драконьей, а пробудился сейчас под открытым небом, на земле голой. Не осталось от домика вчерашнего даже следа. — Распал, значит, — засмущался старик, совет дракона вспомнив. Пошел он к ручью в порядок себя утренней привести, а по дороге вновь о сне странном вспомнил. — Ну, хорошо, — рассуждал Петя. — Предположим, что любое черти что около меня возникшее, это и впрямь я сам и есть. А теперь глянем, кто именно со мной рядом находится. — Я? — кокетливым голосом напомнил о себе колпак. — Ну, о том, что ты задница, я даже спорить не буду, — усмехнулся старик. — А вот кто еще? — Дракон? — Дракон? — Дракон, это что, тоже я? — Надо же. — Что есть дракон? — решил он исследовать этот вопрос досконально. — Дракон — это прежде всего страх. — Есть он во мне? — Да сколько хочешь. Столько его там, что едва внутри меня помещается. Того и гляди, наружу выскочит. — Так вот оно что, — понял друг Петя. — Выходит, это мой страх внутренний творит драконов наружных? — Ну да. — Ну, конечно, как это я забыл, что внешний мир мы всегда только из себя строим. — Вот, значит, в чем секрет драконов, — восхитился нестарый старик своим открытием. — Вот откуда они в нас появляются и почему потом вокруг вьются. — Теперь ясно, каким это чином и мы в них обитаем, и они в нас. — Значит, если во мне страх живет, — рассуждал он, — то дракон страха из меня вылезет, а если гнев, — дракон гнева, а из жадности моей дракон алчности образуется. — Это сколько же их из меня наружу уже повылазило, мать честная, и весь этот зверинец одновременно внутри меня обитает. — Выходит, что вся нечисть наружная — это только моих рук дело, — удивлялся старик, в ручье шумно плескаясь. — Ну, что ж, если все в моих руках, может, их просто мыть чаще надо, а там, глядишь, все постепенно и образуется. Умывшись да перекусив, задумался Петя о пути дальнейшем. Долго думал, да только все мимо как-то впустую. От ничего делать колпак с головы стянул, да бубенцами играть принялся. Звенел он ими, звенел, пока звон этот не напомнил ему кое-что. — Нет, ну надо же! — хлопнул он себя по лбу. — На голове компас таскаю, а сам как слепец. Пристаю ко всем направление показать клянчу. Надел он на себя колпак дурака в таком виде развернутом, да по сторонам посмотрел. Только ничего особенного не увидел, разве что краски поярче стали, да звуки повыразительней. Вспомнил тогда Петя науку свою рыбачью. — Чтоб дракон себя обнаружил, — сказал он, — его подманить как-то надобно. Прикорм здесь нужен. А из чего его сделать? Да из себя только. Ну что ж, будем, значит, драконов на живца выуживать. Стал он тогда специально о нехорошем думать. Сомнения различные в памяти своей воскресил. Страхи было и вновь пережить себя заставил. Потянулась, наконец, ниточка, светящаяся из живота его. Да не вверх она потянулась, как когда-то, а куда-то вбок, мимо утеса высокого и еще дальше, к скалам безжизненным. Поспешил Петя по этому следу светящемуся, подпитывая его время от времени переживаниями своими и с былой памяти вынутыми. Шел он так, мыслями неспешно поскрипывая. — Ум, — думал старик в такт шагов своих, — это то, чем человек думает, будто он думает. А на самом деле ум — это то, чем человека думают другие. Кто именно, да кто угодно, но прежде всего драконы. — Именно поэтому, Петя, — не переменул колпак в размышления его влезть, — настоящая свобода мысли возможна только в пустой голове. Старик только хмыкнул в ответ. — Труднее всего спорить с тем, кто с тобой во всем согласен, — сказал он и засмеялся. — Но если двое согласны друг с другом, то один из них уже лишний. Кто же из нас? Засмеялся Петя, но сразу же и осекся, потому как мгновенно исчезла нить светящаяся, будто обрезали ее. Пришлось старику вновь на невзгоды внутренней настраиваться, да вытягивать ими из пупа нить путеводную. Больше на болтовню не отвлекался. А ведь не было в царстве драконьем ничего особенного. Бродил по нему старик, да тому, что видел, дивился. Ожидал он здесь встретить ужасы кладбищенские, к страстям потусторонним готовился, а нет, все как обычно, все как у людей. Стоят повсюду домики аккуратные, даже слишком аккуратные, то тут, то там скверики ухоженные виднеются, даже чересчур ухоженные. Люди кругом ходят чинные, да друг с другом вежливые, да тошноты просто вежливые. Даже засомневался старик, а туда ли он попал? Но колпак ему показывал точно туда. Стекалось в этот город бесчисленное количество нитей светящихся, обволакивая его словно паутины. Но видел это Петя еще на подходе к царству, когда он был в колпаке дурацком, во все стороны развернутом. А как только сложил он его, как обычно, чтоб внимания ненужного к себе не привлекать, так таким же обычным все вокруг него сразу сделалось. Битый час уже ходил Петя по царству этому, но даже следов драконов не находил. Нормальный с виду мир его окружал. «Правильный мир, очень правильный, слишком правильный». И вдруг Петя понял, что по-другому быть и не могло. Понял он, что личина внешней нечисти этой внутренней непременно должна быть именно такой, гладкой и прилизанной. «Ведь откуда у драконов, видимо, стих драконья берется», — рассуждал нестарый старик. «Исключительно из несогласия нашего. Из несогласия с чем угодно. Именно от него потом возникают и гнев, и обида, и страх, все то, из чего чудовищность их образуется». «Но откуда это несогласие возникает?» — вопрошал он себя дальше. «Да только лишь из знания правильного оно и получается. А точнее, из-за несовпадения с ним. Терзают нас монстры несогласия, в личину правильности вырядившись». «Правильности!» «А это значит, что и вид наружный у них соответствующий должен быть». «Чинный да пристойный», — подводил итог своим размышлениям Петя. «Это лишь начинка у них гнилая да дикая. Именно такая, какой все ее знают — драконья. Вот только отчего мне ее рассмотреть никак не удается, замаскировка этой ложной», — озаботился старик. «А может, просто сплю я?» «Сплю, и сон всего лишь вижу моему уму навеянный». «Не годится так. Давно уже пора проснуться». Перестал тогда Петя умом своим болтать, вопрошать себя начал. «А не сплю ли я?» «Да к ощущениям прислушиваться». И точно! Стала меняться сказка вокруг него постепенно, причем в такую сторону жуткую. Побледнел мир прилизанный да благопристойный, а сквозь него совсем уже другой проступал понемногу. Ни домов в нем не было, ни аллей, зато были в нем пещеры, в скалах прорезанные, были ямы какие-то вокруг, чем-то смрадным да зловонным, до краев наполненные. Исчезли люди, разгуливавшие повсюду, зато во множестве монстры кошмарные появились. Да в таких обличьях невозможных, каких Петя ни во снах кошмарных не видывал, ни в сказках о таких не слыхивал. Были здесь во множестве драконы обычные, были драконы с рогами и с гребнями костяными, а также двух, трех и вообще непонятно сколько головы. Были драконы с крыльями и без них, драконы с копытами и драконы в чешуе рыбьей, драконы с лицами человеческими и без лиц вовсе. Причем, как только Петя сумел их увидеть в обличье в заправдышнем, так и они тотчас же его увидели. Начали монстры вокруг него собираться, в кольцо плотное сбиваясь. Стоял Петя, нечистью этой со всех сторон окруженной, да диву давался. Неужто такая же дрянь и в нем самом обитает? — Ну и дела! — бормотал он обескураженно, вокруг себя оглядываясь. — Вот уж точно, — говорят, — куда ни кинь всюду, блин. — А ты как думал, Петя? — подал вдруг колпак голосно-смешливый. — Достаточно всего лишь поддаться иллюзии, чтоб тут же ощутить ее реальные последствия. Драконы вокруг Пети, сгрудившись, поедом глазами его ели, зубами да глыками щелкали, слюной ядовитой капали, но вот трогать почему-то не спешили. — Твоя работа! — догадался наконец старик у колпака спросить. — Это ты меня, что ли, под охраной своей держишь? — И да, и нет, — засмеялся колпак. — Не умаляй своих заслуг, Петя. Я всего лишь помогаю сохранить состояние твое особое, но ведь создаешь-то ты его сам. Из толпы драконов отделился один, особо странный. Он сделал несколько шагов к старику и зашипел. — Ты зачем сюда пожаловал, человек? Ты с кем-то гад создул? Нас голыми руками не возьмешь. — Да вас голыми-то и брать противно! — усмехнулся старик, внимательно чудище рассматривая. Никогда ничего подобного он не видел. — Это что же, и во мне такое живет? — пробормотал он удивленно. — Откуда б ему там взяться? — Как это откуда? — немедленно отозвался колпак ехидным голосом. — Позапамятовал ты, небось, о случае том давнем, а вот он о тебе нет. — Был ты тогда настолько глубоко погружен в себя, что с противоположной стороны выглянула твоя голова, да там, как видишь, и осталась. А дракон этот странный, головоногий, продолжал старика запугивать. — Нас много, — шипел он откуда-то из междуножья. — Нас, легион, насрать! — Ну, насрать так насрать, — добродушно согласился старик. — Я, может, тоже на вас плевать хотел. Повернулся он, да прочь подался, сквозь толпу чучищ протискиваясь безбоязненно. Но последнее слово все же осталось за драконом шипящим и еще долго звучало за Петиной спиной, напоминая ему, куда именно он должен идти. Сидел Петя на камушке, солнцем нагретым, да на суету драконию издали посматривал. Доволен он собою был и немало причем. А как же! Хоть в кое-веки раз, а все же не дал Пога неуродливо себя застращать. — Ну, что тебе сказать, Петя? — раздался в нем голос ехидный. — Поздравляю! Утер ты всем нос. Поставил на место. Вот только и сам на месте остался. А самое забавное, что всегда у тебя так будет. В любой твоей борьбе победа непременно будет оставаться за тобой. За тобой! А оттого не видать ее тебе, как собственных ушей. Удивился нестарый старик словам этим, обиделся даже. Но ведь понял я уже, что драконы — это я и есть, что из меня они скроены, что плохого в том, чтоб себя в них найти. — Ну, хорошо, — согласился Колпак. — Себя ты в сказке драконий нашел. А дальше-то что? — А что дальше? — не понял старик. — Дурак, он ведь тем от умного и отличается, что хорошо знает, на что следует обращать внимание, — отвечал Колпак. — Забыл ты, видно, зачем сюда явился. Ты не себя в сказке найти должен, а сказку в себе. Да не просто так найти, а еще и снаружи ее выстроить. А для этого сила тебе необходима. Запамятовал, небось. — Ну, вот и забирай ее. — У кого? У драконов, что ли? — забеспокоился старик. — Ну, вот еще! — засмеялся Колпак. — Зачем же их обижать? — Не надо у драконов ничего отбирать, иначе сам безо всего останешься. Их самих забирай. Они есть твоя сила. — Ничего себе! — озадачился старик. — Как такое сделать, возможно? — А ты для начала попробуй просто полюбить их, — говорил Колпак. — Ведь ты сам сказал, что узнал в них себя. Вот себя и полюби. В любви к себе, Пяти, самое главное — это взаимность. — А любить, — продолжал он, — значит, видеть все таким, каким его создал Бог. Не любить, видеть таким, каким его создал ум. — Да, но как отделить одно от другого? — еще больше, — озадачился старик. — Как суть истинную у драконов увидеть? Но Колпак уже молчал. — Понял тогда Петя, что дальше ему самому разбираться придется. Попробовал он для этого дела головой воспользоваться, но, окромя боли головной, ничего другого в нее приходить не хотела. — Отвык должно быть, — усмехнулся Петя. — Еще немного и совсем дураком заделаюсь. От нечего делать представил он себя дураком, подле трона царского сидящим в колпаке дурацком. — Колпак! — хлопнул старик себя по лбу. — Ну что же-то я постоянно о силе его особой забываю? Стянул он с себя колпак, расправил его бережно, бубенцы от плена освободил, да вновь на голову напялил. Вокруг себя глянул и в который уж раз за сегодня удивился. Изменилось все вокруг него снова, до неузнаваемости полной. Исчезли монстры драконообразные, растворилась вся грязь их наружная, даже запах гнилой, и тот куда-то подевался. Снова увидел Петя паутину нитей светящихся, но теперь уже хорошо было видно, куда они вели. Заканчивалась каждая нить такая то ли облачком свет источающим, то ли сгустком туманным. Были эти сгустки разных размеров и очертаний, разных цветов и оттенков. Тянулось к некоторым из них всего по нескольку тонких нитей, и оттого были они размера небольшого. Зато в другие целые снопья волокон таких входили, напитывая их до размеров невероятных. Но главное, не ощутил старик в этой картинке никакой опасности для себя, никакого неприятия к увиденному не почувствовал. Оттого, может, что не было в ней образов привычных, коими с детства его стращали. Так вот, как на самом деле народ драконий выглядит, начал понимать старик суть паучей неколпачных. Сгустки силы они всего лишь и не более того, а состоит эта сила из чувств человеческих. Вот и выходит, что драконы — чувства наши и есть. Отвергнутые чувства, непрожитые, нелюбимые, а оттого и личина у них соответствующая, ужасная и враждебная. — Как же вернуть силу эту? Как дракона обратно заманить? — озадачился Петя. — Ведь бороться с ним не получится. Самого себя и впрямь не поборешь. С палкой, если подойдешь к нему, этой же палкой и получишь. — А может, не бороться с драконом надо, а просто играть с ним? — искал старик решение правильное. Всего лишь поиграть с ним в поддавки, не сопротивляясь его силе, а лишь направляя ее. Можно ли сделать такое? Можно ли узду из согласия своего на дракона накинуть? — Разобраться в этом надо, — озаботился он вопросами своими. — Через что драконы жизнью человеческой править пытаются? А через несогласие наше, потому как выгодно оно им. Потому как только из несогласия нить-то светящаяся и состоит. Только через несогласие они силу нашу жизненную и сосут. Вот и выходит, что нами управляет только то, с чем мы не согласны, — рассуждал старик дальше. — А ежели согласны, вот тут нам и карты в руки. Тяни поводья на себя, если со смехом это сделаешь. Вот здесь ключ ко всему и сокрыт. Управлять драконом можно, лишь позволяя ему все. Управлять им надо не управляя, а лишь направляя его. — Пусть он себе летает кругами, — сделала выводы старик. — А ты знай, подтягивай его понемногу, да смотри только, не спи. Пока не спишь, дракону ты не интересен, а заснешь, если уже добыча его. Тут же и пробовать начал. О плохом подумает, дракона вниманием своим взбудоражит, а затем нитью светящийся вокруг себя его раскрутит, да в себя же на вдохе и примет. Одного дракона втянул в себя так старик, другого, а там и вовсе во вкус вошел, потому как силу почуял в себе растущую. — Ну и дела! — оторвался он, наконец, от охоты драконий. Вот уж не думал, не гадал, что можно страдания болезненные в силу жизненную превратить. — Это что же такое выходит? — удивлялся он. — Чем больше у меня проблем и неприятностей, тем больше я из них сил черпать смогу, и тем проще мне жизни радоваться будет. — Надо же! — Как бы тогда не закончили все мои сложности внутренние раньше времени, — забеспокоился старик. — А то где же мне силы будет взять дурака найти? — Ну, этого добра тебе еще надолго хватит, — вновь раздался в его голове голос смеющийся. — А если вдруг покажется, что все неприятности твои уже позади, просто подожди чуть-чуть. Пройдет совсем немного времени, и ты поймешь, что ошибался. — Каждая твоя неприятность, — говорил посмеиваясь Колпак, — это движущая сила твоей грядущей приятности. — А любой твой недостаток, — продолжал он, — это на самом деле достоинство, из которого ты еще не научился извлекать пользу. — Поэтому, Петя, не упусти свой шанс на неудачу, — уже откровенно смеялся Колпак. — Только в ней ты найдешь силу с этой неудачей справиться. — Будьте в жизни прохожими, — Иисус Христос. — Будьте восторженными прохожими, — дурак. — И никогда не теряйте отчаяние, — добавляет дурак, радостно смеясь. — Верьте, все худшее еще впереди. — Верхом на драконе. — Центр циклона. — Друзья, давайте окинем непредвзятым взглядом пройденный нами путь и честно спросим себя. — И во что же это мы с вами вляпались-то, а? — Нет, ну в самом деле, разве это нормально? Неужели это по-человечески? Бесцельное существование, безразличие и равнодушие ко всему, нахождение исключительно в канале ощущений. Ну а жить-то теперь как? А радоваться отныне чему? Ведь, признайтесь, озвучьте то, что, возможно, давно уже у вас наболело и лишь из вежливости до сих пор умалчилось. Ну, призны, оказывается, ощущения без ментала, без его образности и оценки, без эмоций, создаваемых этой оценкой. При сны и невкусны, как пища без соли. Подозреваем, что именно после освоения технологии деконцентрации внимания у вас могло сложиться подобное мнение. Действительно, особенность этой техники как раз в том, что видимый мир лишается привычных ментальных очертаний и превращается всего лишь в однородный и совершенно неинтересный фон, то есть именно в поток ощущений, никак не обозначенных менталом. Оказывается, вкус ощущениям может придать лишь ментал, то есть именно то образование, которое мы до сих пор повсеместно унижали и всячески преследовали. Выясняется, что призыв радоваться жизни с привлечением только лишь ощущений для нашей программы выживания слишком абстрактен и поэтому невыполним. Она может вдохновиться и создать жизненный импульс, внутренний позыв к действию лишь для реализации состояний и ей близких, простых и понятных, еда, секс, власть, слава и т.п. Поэтому существование исключительно в канале ощущений заранее обречено на ущербность и неполноценность, ибо в нем будут отсутствовать жизненная яркость, земная сила, жажда жизни. Это, кстати, хорошо заметно у многих духовных искателей, чей бледный вид как нельзя убедительнее подтверждает факт кастрации своих земных корней. Мы не случайно подняли эту важную тему только теперь, в самом конце третьего уровня. Уж больно она неоднозначна и даже опасна, особенно для незрелого сознания. Но сейчас у нас есть надежда, стремительно перерастающая в уверенность, что в процессе наших игр и использования предлагаемых техник у вас уже накопилось достаточное количество любви в душе для того, чтобы принять знания не просто новое, но обладающие очень высокими вибрационными характеристиками. Будучи же переданным преждевременно, а тем паче навязанным насильно, оно вполне могло бы разрушить ваш пока еще по-детски хрупкий энергоорганизм. Однако время этому пришло, считает наш дурак, напоминая, что рано или поздно, но правда всплывет, обязательно, ведь такое не тонет. И, хитро прищуриваясь, добавляет, правда, ложь, да в ней намек. До сих пор, проводя работу с негативом, мы говорили, что разряжаем его. И в какой-то мере это было справедливо, ибо в процессе интеграции с освобожденной энергией негатива она в нас как-то незаметно и диффузно растворялась. Причем достаточно долго нас это вполне устраивало. Но по мере обретения статуса истинных творцов, еще раз напомним, право на любое творчество нам дает исключительно тотальная толерантность и, как следствие этого, незаинтересованное, а еще точнее бескорыстное отношение ко всему, то есть отношение как к игре. Итак, в связи с качественным изменением прежнего статуса мы получаем драгоценную возможность целевого использования энергии своего негатива. Поэтому мы сейчас предлагаем негатив не разряжать, а, напротив, заботливо сохранять его заряд и смело им пользоваться для создания уже любой реальности. В связи с этим вспомним Вернона Вульфа. В наших самых худших крайностях сокрыты величайшие наши сокровища. И воспремим, как призыв вопрос, заданный некогда одним из мастеров дзен. Ваша практика пригодна для покоя, а пригодна ли она для беспокойства? На данный момент вы научились быть хозяевами в переходном и достаточно условном пространстве гармоничного равновесия. А как насчет пространства вихря и бури, желаний и страстей, страданий и боли? Готовы ли вы к тому, чтобы ступить на эту еще непроторенную тропу дурака? Нам представляется, что вполне готовы. Страдание – это побуждение к действию. Очень точно заметил некогда Иммануил Кант. Это своеобразный толчок к совершению определенного поступка. Неприятные ощущения, возникающие в случае опасности, призваны сделать действия человека более эффективными. И в дикой природе все происходит именно так. Но вот у оккультуренного человека Этот механизм очень часто срабатывает в прямо противоположном направлении. Да, отследив себе негативные ощущения, мы действительно всегда что-то предпринимаем. Но на что чаще всего направлены подобные мероприятия? Увы, но вовсе не на совершение поступка, а напротив, на подавление, маскировку и сокрытие побудительного болезненного ощущения. Вместо того, чтобы совершить акцию, то есть конкретное действие, мы привычно реагируем, то есть осуществляем реакцию, подавляя естественный позыв к действию. Нас с детства приучили относиться к окружающему миру именно так, всего лишь реагируя на него, то есть не впуская в себя, не воспринимая его просто так, безусловно и безоценочно, а непрерывно блокируя его естественность своей оценкой. И в результате на призыв мира к действию, на его сигнал об этом мы почти всегда отвечаем подавлением этого сигнала, создавая лишь видимость спокойствия. Именно таким образом страдание, вызванное вроде бы внешними причинами, загоняется в подсознание и становится страданием внутренним, превращаясь во внутреннюю агрессию. Любая болезнь – это следствие накопившейся агрессии, а агрессия – это следствие ложной системы ценностей. Сергей Лазарев. До сих пор мы говорили о нежелательности и разрушительности этого концентрата негатива, но пришло время обнажить еще одну его сторону, причем достаточно неожиданную. Уже не раз заявлялось, что страдание является продуктом оценочной деятельности ментала. Именно ментал провоцирует внутренний конфликт и создает внутреннее напряжение. Но любое напряжение – это всегда энергия. И чем больше в нас подавленного материала, тем выше потенциал такой энергии. Учитывая это, мы сейчас совершенно по-иному можем взглянуть на смысл ментального механизма. Оказывается, ментал, создавая эмоциональную напряженность по поводу ощущений, расцененных негативными, одновременно создает возможность доступа к энергиям поистине вселенских масштабов. «Все суета, все проходящий сон, и свет звезды, свет гибели мгновенный, и человек – ничто, пылинка в мире он, но боль его громаднее вселенной» – Аветик Исаакен. Впрочем, о масштабе этих энергий мы поговорим позже, а пока еще раз обозначим. Внутренний конфликт, обычно провоцирующий шизоидность, расщепленность, сознание, одновременно создает особую разность потенциалов, а по сути – очень жизнеспособного дракона. Возможности взаимодействия с ним и посвящено все это занятие. В своей основе любой внутренний конфликт, любой дракон – это очень мощная энергия, тайная задача которой – способствовать внутреннему росту человека, его творчеству. Очень важно не пройти мимо, не испугаться и не вышвырнуть на свалку это поистине бесценное сокровище, сокрытое в нас. Помните, в одном из наших занятий мы уже говорили, правда вскользь и бегло, что дьявол, суть – самый главный дракон, это всего лишь энергия нашей нереализованной радости. А вот мнение ранее уже упоминавшегося Колина Уилсона. Я полагаю, что вампиры сознания, сами того не желая, являются орудием некой высшей силы. То есть выясняется, что весь человеческий негатив совершенно нам необходим для поддержания высокой жизненной динамики, Более того, все неприятности приходят только, когда наша жизнь делается тусклой и теряет эту динамику. Важно вовремя это осознать и не уподобиться одному античному герою, отважно уничтожившему такой зашифрованный клад и не реализовавшему предоставленный ему шанс. В греческой мифологии постижение сакральности, которое призвано помочь человеку войти в высшие измерения, дано в мифе от Тесея и Минотавре. Минотавр – суть тот же дракон, то есть совокупность негативных программ. Это символ внутреннего потенциала человека. Тот, кто его постигает, с ним интегрируется, входит в высшие измерения человека, но, убив Минотавра, Тесей убил свой внутренний потенциал, уничтожил свой шанс на внутренний рост. Анник де Сюзанель. Только полная интеграция со всей своей энергией может вернуть человеку божественный статус и ощущение себя истинным творцом, живущим действительно полноценной жизнью и все делающим с энтузиазмом, то есть с осознанием присутствия Бога в себе. Энтузиазм – это и есть вдохновение, это и есть творческая энергия, а точнее реализованный потенциал всей жизненной энергии человека, всей и тонкодуховной божественной энергии и грубо тяжелой земной энергии самого сатаны, неизбывно присутствующего в каждом человеке. Причем всегда следует иметь в виду, что грань, отделяющая сатанизм, то есть подчиненность дракону, от истинного энтузиазма, ощущения Бога в себе, очень и очень тонкая. Ведь и то, и другое – суть энергии. Но в одном случае управляющие человеком, а в другом – с ним сотрудничающие. Всего один волос отделяет Будду от дьявола, соглашаются с нами восточные мудрецы. Наверное, вы уже догадываетесь о том, какую сложную задачу мы решили поставить перед вами. Именно по этому волосу, как по лезвию бритвы, нам и предлагается пройти для обретения энергии своих драконов. Некогда мы уже говорили о смысле так называемого золотого сечения – коэффициента, определяющего как уровень допустимого и всегда компенсируемого разрушения, так и, напротив, предельный уровень всегда компенсируемого созидания. Его превышение приводит к необратимости процессов, происходящих в системе, и ее неизбежному развалу, причем вне зависимости от масштабов такой системы, пусть даже это такое грандиозное образование, как наша Вселенная. Вот и плещется, шумит и бурлит река жизни между этих двух берегов, минус и плюс, постоянно приближаясь к их границам, но никогда не нарушая. Причем, чем ближе состояние системы к одному из этих пределов, тем выше ее динамика, тем ярче и выразительнее то, что мы зовем интенсивностью жизни. Поэтому высший пилотаж играющего дурака – это существование на грани, на пределе, на гребне стремительно несущейся волны, на пике энергий, причем энергии любого характера, как негативных, так и позитивных. Но наша культура изначально основана на другом, на отчаянных попытках сохранить и упрочить все, почитаемое ею хорошим, добрым и светлым, и на беспощадной хирургии всего темного, злого и плохого. В контексте этого весьма показательны слова еще совсем недавно популярной песенки «А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе». Очень характерно, кстати, что многие воспринимают эти строки чем-то однозначно жизнеутверждающим и оптимистичным. То есть, социум приучил нас противопоставлять болезненные ощущения комфортным, низменные побуждения высоким, земные энергии и вибрации космическим, духовным и тому подобное. Но давайте более детально разберемся, в чем же между ними разница. Так называемые высокие, легкие вибрации ориентируют нас на работу исключительно в тонких духовных планах и, как следствие, на уход устранения из планов физических, которым присущи вибрации более низкие, лишь мешающие такой работе. Низкие же, тяжелые вибрации ориентируют нас на взаимодействие исключительно с грубым физическим планом. Это действительно мощные и очень опасные энергии, которые могут легко подавить сущность человека, жестко привязав его к земному плану. Это и есть энергии драконов. Или даже так, эти энергии и есть драконы. Но именно на этом плане у человека появляются эмоции, которые он в какой-то момент осознает ключом к потрясающим возможностям и огромным энергиям. Причем уже не только земного уровня. Как видите, мы вновь приходим к необходимости научения взаимодействию со своими драконами, уже для совместной реализации потенциала низких и грубых энергий. Но как это сделать, чтобы не попасть при этом под горячую чешуйчатую лапу и не стать пленниками драконов? Ведь мы неоднократно уже говорили, что они в совокупности это и есть пресловутые дьяволы сатана, которые уже не одно тысячелетие заставляют трепетать любого ставшего на их пути. И вот сейчас мы предлагаем вам смело использовать тех, кто всегда пользовался нами. Неужто это нам по силам? А если так, то где именно эту силу искать надо? Как ни странно, но сила, необходимая для этого, в нас присутствует изначально, ибо она и есть сила самого дракона. Ведь мы не собираемся с ним бороться. Наша задача иного рода, она намного проще, но столь же интересней. Мы предлагаем вам подчинить дракона через повиновение ему. Помните фразу Оскара Уальда? Единственный способ избавиться от искушения это поддаться ему. Мы именно об этом. Сняв сопротивление перед драконом, но сохраняя предельную бдительность ко своим ощущениям, мы теперь нагло предлагаем ему под нашу дудку нами же поманипулировать. И сейчас каждое его движение будет лишь способствовать продвижению нашему. Конкретной технологии мы подойдем чуть позже, а пока продолжим наше исследование. Итак, мы выяснили, что негатив, непрерывно отравляющий наше существование, нам совершенно необходим для поддержания высокой динамики жизни. Оказывается, все проблемы, страхи и страдания приходят к нам только тогда, когда наша жизнь замирает, как бы кольцуясь в событиях, теряет насыщенность и яркость. Как правило, это происходит после того, как мы отказали себе в проживании негатива, а по сути отказались принять ту жизненную энергию, которую он в себе содержал. Своим отрицанием мы заперли, заблокировали эту энергию в себе, превратив ее в дракона, так вот, кто всю эту нечисть разводит. И теперь он в поисках выхода рвется сквозь нас болезнями и проблемами в надежде все же быть реализованным. Но верный многолетнему обучению мы привычно его подавляем в страхе перед его дикой и необузданной мощью, а затем обессиленные и больные умираем, искренне считая, что случилось это из-за драконов внутреннего негатива. Но на самом деле без них, без их земной высоко жизненной энергии. Помните, некогда мы вам уже предлагали не бороться с проблемой, а напротив, радоваться ей, радоваться как предвестницы прихода в вашу жизнь чего-то нового, жить с проблемой, как это оказывается прекрасно, ибо по сути это жить на гребне потока жизненной энергии. Причем все, что от вас требуется для этого всего лишь стать хорошими серферами, то есть укоротителями волн драконовской энергии, а для этого научиться организовывать и направлять энергию этих волн, ничуть им не сопротивляясь и лишь балансируя на их гребне. Ведь согласитесь, это красивый образ стать серфером, то есть тем, кто отважно несется на самом гребне волны, умело используя ее высочайшую динамику. Серфер сознательно ищет и ловит волну, и чем более грозной и необузданной она выглядит, тем больше у него возможностей, а главное, тем выше интенсивность его ощущений. В чем суть мастерства серфера? В умении следовать вместе с энергией волны, сохраняя точку равновесия и ничтожно малыми усилиями направлять свое движение, все остальное делает сама волна, а точнее энергия морского дракона, живущего в ней. Перед нами стоит сходная задача создания предельно высокой динамики жизни за счет использования разрушительной мощи своего негатива, за счет полного приятия энергии той стихии, которая плещется в нашем подсознании, давно пытаясь вырваться на свободу и быть использованной по назначению. У каждого из нас такой энергии просто море, причем именно у каждого, даже у немощных старушек, которые едва передвигают ноги. Оказывается, даже из них буквально рвется энергия, которую они не только не используют, но на подавление которой обреченно расходуют последние кроки своих все еще свободных жизненных сил. Существует очень коварный стереотип состояния просветления, покой и уход из мира. Но имейте в виду, это полная чушь, а не просветление. Это всегда лже-просветление. И если вы случайно попали в его плен, немедленно бегите. Бегите в жизнь, полную страстей, желаний и эмоций, но при этом всегда будьте на их гребне, не позволяя себя захлестнуть и поставить в зависимость. Будьте отважными и умелыми серферами. Итак, в вас живет дракон. Отследите его и просто позвольте ему жить, причем ни в коем случае не пытаясь его контролировать. Во-первых, это попросту невозможно, ибо ощутив на себе вашу тайную узду, он сразу же встанет на дыбы, пойдет в разнос и обязательно из нее вырвется. Ведь в нем живет сила стихии. И во-вторых, любой контроль это сопротивление. А дракон вами управляет как раз через нити такого сопротивления, своего рода энергетические струны. Если их нет, он беспомощен и готов теперь предоставить свою энергию кому угодно и для чего угодно, лишь бы она не осталась без движения. То есть идеальная страховка от агрессии дракона это полное его приятие и согласие на присутствие в нас. И вот тогда и только тогда такой дракон будет готов к употреблению и его можно взнуздать, оседлать и использовать в мирных целях. А что, смеется дурак, дракон в хозяйстве всегда пригодится. Двум группам американских студентов предложили поучаствовать в необычном эксперименте. Каждому дали принять таблетку с амфетамином, то есть с веществом, которое относится к группе наркотиков. Но участников одной группы предупредили об этом. А другим сказали, что это просто витамины. Через некоторое время наркотик начал действовать, но при этом поведение испытуемых в разных группах кардинально отличалось. В первой группе студенты явно получали кайф, ощутив всплеск энергии, вызванный амфетамином, они танцевали, пели, смеялись и в целом пребывали в очень высоком тонусе. Зато студенты второй группы, невзирая на то, что в их крови происходили аналогичные процессы, начали испытывать необъяснимую тревогу, болезненное напряжение и немотивированную агрессию. То есть, не догадываясь, что тот всплеск энергии, которую освободил наркотик, не является чем-то неестественным и враждебным, они по привычке буквально на инстинктивном уровне начали его блокировать и подавлять, чем действительно создали разрушительный негатив. Этот эксперимент является прекрасной иллюстрацией нашего привычного поведения, при котором первая реакция на все новое неприятие и подавление. Именно в этом суть иллюзорной враждебности окружения человека и причина деления энергий и эмоций на позитивные и негативные. В случае же полного приятия любого воздействия бессмысленно говорить о низких вибрациях, тяжелых энергиях, грубых планах и прочее, так как абсолютно все при этом становится человеку дружественным и полезным. То есть любые отрицательные эмоции это вход в единую жизненную энергию. Почему же так называемые низкие вибрации, то есть негативные эмоции нас ослабляют и разрушают? Только потому, что мы им сопротивляемся. Слабость это подавленная энергия нашей нереализованной силы, а слабый и болезненный человек это тот, кто сопротивляется своей силе, тот, кто ее блокирует своим ложным знанием. Такой человек всего лишь жертва зона комфортного дракона. Он буквально выбивается из сил в попытках удержаться в рамках его программ. Зато присмотритесь к тем людям, которые и не думают сопротивляться своим низменным инстинктом и негативным эмоциям. Выглядят ли они ослабленными и хилыми? Вот этот, например, пылающий от ревности человек, или вот этот, одержимый местью, или, может быть, вот этот, насильник в момент совершения своего гнусного дела. Согласитесь, слабыми они не выглядят. Скорее наоборот, они ненормально и избыточно активны, словно их подпитывает некая демоническая разрушительная сила. Почему? Просто своим несопротивлением внутренней агрессии и негативным эмоциям они вскрыли некий кладезь сокрытой энергии, находящейся в ведомстве программы выживания. Но, увы, хозяевами этой энергии они так и не стали. Более того, они в ней потерялись, став ее заложниками и рабами. Дракон, который вырывается на волю, сразу же подчиняет себе всякого, кто посмел приблизиться к нему не в хозяйском состоянии, кто своими корыстными намерениями изначально обрек себя на заклание и корм ему. Так что выбора у человека по сути нет. Либо он использует энергию своих негативных эмоций, своего несогласия, либо она будет привычно использовать его. Либо вы живете жизнь, либо она вас. Но истинная жизнь – это не то, что можно получить в наследство. Это всегда продукт вашего творчества. Это реализация вашего предощущения новой игры. Ясно, что для этого требуется энергия и немалая. Именно по этому поиску такой энергии, ее пробуждению и освобождению посвящено это занятие. Среди взрослых существует расхожая иллюзия, что у детей жизненной энергии много больше, чем у них. Но это не более чем жалкий самообман, призванный оправдать взрослую несостоятельность, то есть неумение жить и нежелание в этом признаться. У детей энергии не больше. Просто у них она еще не подавлена. Их еще не научили ее бояться, не успели сделать ментальную прививку от жизни. Воистину счастливы такие плохо обученные дети, ведь именно из них вырастают истинные гении, те, кто наделен редкостным талантом жить, жить радостно и изобильно. Вам никогда не удастся создать мудрецов, если вы будете убивать своих детях шалунов. Жан Жак Руссо. Видимо, не случайно в некоторых восточных традициях именно вседозволенность являлась нормой воспитания ребенка. Правда, лишь до определенного возраста, после чего его начинали ориентировать уже на полную ответственность за все свои поступки. И такой ребенок, не искалеченный подавлением природных и естественных позывов, столь же естественно использовал свою свободную, несвязанную жизненную энергию для решения очень непростой задачи – воспитания в себе ответственности. Но, увы, подобные примеры являются скорее исключением, ведь в подавляющем большинстве мы привычно и дисциплинированно калечим своих детей традиционным правильным улучением, поступая, впрочем, так же, как когда-то поступили с нами. Мы давно отвыкли быть изобильными энергией, здоровьем и оптимизмом, и теперь изо всех сил стремимся передать этот ценный опыт своим детям. И неудивительно, что в поисках утраченной силы нам затем приходится забредать в самые неожиданные места и выдумывать для этого крайне замысловатые игры. Возможно, вы слышали или читали о так называемых шаманских путешествиях. Понятие это емкое и многоплановое, по сути, это целая совокупность понятий. Но нас сейчас интересует лишь путешествие в нижний, подземный мир, осуществляемое в поисках животного утраченной силы. При детальном исследовании шаманских практик нетрудно догадаться, что пресловутый подземный мир это не что иное, как глубины человеческого сознания, наше подсознание, а путешествие в него это смелое изучение его древних закоулков, буквально переполненных как ужасными первобытными архетипами, так и монстрами свежеиспеченными и состоящими из вытесненного, непрожитого материала. Обычно в такое путешествие приглашаются люди, имеющие проблемы в бизнесе, здоровье, личных отношениях, словом, те, кто утратил удачливость и везение, а по сути жизненную энергию. Почти всегда целью нисхождения в подземный мир является поиск сбежавшего животного силы, непринятого дракона, носителя энергии, и последующее объединение с ним, получение энергии через приятие негатива дракона. Показательно, кстати, что животным силы может быть только дикое, неодомашненное животное, символ стихии. Не менее показателен тот момент, что сразу же по возвращении пойманное животное как бы энергетически кормят, приручают, то есть окончательно интегрируются с ним, для чего его вытанцовывают, то есть имитируют его поведение, походку и прочее. По всей видимости, очень близки этой практике древние способы пробуждения и последующего подъема особой змеиной силы кундалини, которая также сокрыта в наших глубинах, но на этот раз в копчике. Нетрудно догадаться, что змеиная сила суть та же жизненная энергия дракона. И не случайно работа по подъему кундалини всегда считалась крайне опасной и недопускающей ошибок. Зато, овладев ее потенциалом, человек получал изобилие жизненных сил и земных ощущений. И не только, его следующим шагом была интеграция уже с высшими божественными энергиями и, как результат, восстановление целостности. Но все же показательно, что начальную силу для этого он получал именно из чакры выживания, из копчика, то есть место, где обитают самые тяжелые и опасные энергии. Чем-то подобным, хоть и не столь четко организованным, человек занимался испокон веков. Инстинктивно ощущая в себе присутствие огромных энергий, он пытался освободить их жизненный потенциал тем, что ему было понятно и доступно. Мы сейчас имеем в виду разнообразные древние ритуалы, направленные на освобождение сексуальной энергии и последующее использование ее для достаточно отвлеченных практических целей. Так, например, во время славно известных дионисийских празднеств, вакхических игр, древнеславянских ритуальных оргий освобождалось такое количество энергии, что ее избытком люди делились даже с природой. Очень часто сексуальный финал подобных празднеств проходил на свежевспаханной земле, что считалось залогом богатого урожая. И не зря считалось. Современные ученые, изучая древние хозяйственные записи, просто отказываются верить приводимым там данным об урожайности злаковых. Так, например, ныне считается хорошим показателем, если семя зерновой культуры умножает себя в 9-10 раз. Это называется сам 9 или сам 10. Максимальное умножение сам 30 дает лишь экспериментальные сорта. Зато в древних летописях как о чем-то заурядном говорится об урожайности порядка сам 100, сам 200 и даже сам 300. Но за счет чего это было возможно? Может, все-таки благодаря избытку той энергии, которую плохо обученный древний пахарь так и не научился подавлять? Ныне нами утрачено многое столь ценимого ранее. Мы гордимся своей продвинутостью и образованностью, высокомерно рассуждаем о примитивных нравах древних веков, не замечая при этом, что нашей жизненной энергии нам только на то и хватает, чтобы рассуждать. Но для тех, кому приходилось выживать в период мрачного средневековья, такой энергии требовалось значительно больше. Пробудить дракона, позволить ему активизировать свою энергию, но воспользоваться ею самим, не становясь ее рабами, оказывается, именно так некогда поступали наши предки, и доблестные рыцари, и бродячие певцы, и музыканты, трубадуры и менестрели. В традициях того времени было принято открыто и публично выбирать себе даму сердца и ей служить, посвящая избраннице свои подвиги, стихии и музыкальные творения. Причем это вполне могла быть замужняя женщина, даже высокопоставленная дама, так как оскорбить подобный выбор никого не мог, ибо речь всегда шла исключительно о платоническом обожании. Но что при этом происходило на уровне энергетики? Центр выживания совместно с сексуальным центром освобождали огромное количество энергии в расчете на ее реализацию для продолжения рода. Однако хитрый рыцарь использовал эту энергию как бы вскользь для совершения подвигов во славу любимой, а трубадур для написания стихов и музыки, то есть для творчества. Таким образом дракон, которого освободили, но нагло использовали не по назначению, оставался с носом. Эти же действительно мощные сексуальные энергии издавна использовали в восточных традициях дао и тантры, причем использовали их как для обретения земного бессмертия, так и для духовного единения с Богом. Характерным для всех перечисленных примеров является общий для них принцип. Программа, содержащая в себе энергию дракон, приводится в движение, дракон освобождается, реализует себя, но используется не по своему программному назначению, а в тех целях, которые необходимы укротителю драконов. Подведем некоторые итоги. В древних летописях, в ведических писаниях достаточно часто встречается странное утверждение «человек значительно выше богов, некогда его создавших». Мы понимаем, что подобное заявление для многих, прикоснувшихся лишь к самым истокам самоосознания, может показаться странным и даже в чем-то бредовым. Но давайте не будем спешить с выводами. Ведь дело вовсе не в том, чтобы кичиться своей сверхбожественной исключительностью, а в том, чтобы достойно принять свой статус Творца вселенского уровня и значения. Чем оправдано выше приведенное заявление? Мы сейчас с полной уверенностью можем сказать тем, что боги лишены эмоций, а значит, у них отсутствуют сомнения, желания и прочие страсти. Человеческие страдания для них полный нонсенс. Ни одна божественная сущность просто не в состоянии сделать что-то, идущее в разрез ее предназначения. Именно поэтому для них невозможен внутренний конфликт. И, еще раз, именно поэтому они не могут страдать. Но ведь не зря говорят, что как раз страданиями совершенствуется мир. Любое страдание в своей основе это всего лишь внутренняя напряженность, это та самая разница потенциалов, которая создает и организует динамику человеческого пространства. Только человеческие эмоции в состоянии создать такую мощную разность потенциалов, а по сути энергию, которая в состоянии разрушить и опрокинуть саму Вселенную, о чем, кстати, многократно предостерегали древние писания. То есть, страдания совершенно необходимы человеку для создания высокой динамики жизни. Вот только зачем страдания страдать, если можно просто использовать энергию этого состояния, оставаясь при этом как бы вне его влияния. Иными словами, использовать дракона носителя этой энергии. И сделать это настолько деликатно, чтобы он при этом не смог использовать вас. Для этого вам предлагается технология центр циклона, которую вполне можно было бы назвать верхом на драконе, ибо в ее основе продолжение работы с драконами. Технология центр циклона. Первое освободить дракона, второе закрутить дракона, третье оседлать дракона. Но перед тем, как расписывать технологию по этапам, немного о самом ее названии, ибо в нем суть всех предлагаемых мероприятий. Почему центр циклона? Дело в том, что именно центр или как еще его называют глаз циклона, является самым странным и парадоксальным местом этой вихревой структуры. Это место абсолютного покоя, окруженное, тем не менее, совершенно дикими и на первый взгляд неуправляемыми ураганными потоками. Но именно этот островок покоя и является организующим центром всей этой грандиозной структуры. Наша задача отыскать подобный центр в себе, а затем, начав работу с драконами, сделать его центром циклона. Поверьте, это несложно, ведь вы уже неоднократно его в себе создавали. Вспомните хозяйское состояние, внутреннее озеро покоя, точка состояния абсолютного сознания, ощущение которой появляется после выполнения СВП, внутренний стержень смеха, возникающий в процессе пульсирующего капитошки, некий внутренний центр, из которого вы вопрошаете себя «я сплю», вот далеко не полный перечень наших предварительных подводок к ощущению центра покоя в себе, центра, стоящего в себе высочайшую внутреннюю динамику, но тем не менее всегда пребывающего в абсолютном покое и неподвижности. Для выполнения предлагаемой технологии совершенно обязательным является умение в любой момент ощущать такой хозяйский центр в себе, либо мгновенно создавать его, иначе энергия потревоженных вами драконов беспощадно захлестнет вас, в очередной раз сделав всего лишь исполнителем драконовской воли. Потренируйтесь в создании смеющейся точки хозяйского покоя, вспомнив, например, технологию пульсирующего капитошки или аналогичные ей. Сделайте устойчивыми ощущения такой точки или стержня, и теперь оно, ощущение, будет для вас надежным и незыблемым центром циклона в любой, самой драматической ситуации. А дальше смело переходите к первому этапу технологии. Первое. Освободить дракона. Драконы – это энергия. Дракон, заточенный в нас, это остановленная энергия. Вернуть динамику этой энергии, а следовательно освободить дракона, мы можем лишь своим вниманием. До сих пор мы, опасаясь негатива дракона, старались его не видеть и не слышать, заталкивая в темные глубины своего сознания и отказываясь его ощущать. Но сейчас мы уже смело смотрим ему в глаза, а главное позволяем себе его ощутить. Если вы это сделали, то все, дракон уже пробужден и готов к активным действиям. Но пока еще он надежно связан энергии вашего внимания и слава Богу, а не то он наделал бы дел. Поэтому ни на что не отвлекайтесь и переходите к следующему этапу. Второе. Закрутить дракона. Еще раз подчеркнем, дракон полностью подчинен вашей воле, а точнее вашему вниманию. Поэтому этот этап технологии очень прост и сложен одновременно. Его сложность в деликатности того, что предлагается сделать. Вам необходимо как бы выпустить дракона на волю, но в то же время умело направлять его легкими прикосновениями своего внимания. Ваша задача закрутить энергию дракона, то есть придать ей вихревое вращательное движение вокруг центра или стержня хозяйского покоя. Делать это надо на вдохе, а количество таких вдохов и их общая продолжительность будут определяться временем, необходимым для полной закрутки той негативной энергии, которую мы называем драконом. Третье. Оседлать дракона. Момент закручивания энергии дракона вокруг центра циклона, точки внутреннего покоя, уже является подтверждением его оседленности, то есть подчиненности нам. А полным завершением этого процесса будет уже целевое использование энергии внутреннего негатива для тех или иных мероприятий, а в контексте всего предлагаемого для организации новой реальности, новой игры. Более подробно об этом на предстоящих занятиях. Пока же мы отправляем энергию дракона в основной центр, организующий нашу реальность в середину головы, в ее центр. Для создания новой реальности требуется избыток освобожденной энергии, поэтому активно и смело создавайте его, освобождайте своих драконов из заточения и не стоит пугаться тех ураганных вихрей, которые при этом будут возникать внутри. Вам, хозяину, они уже ни по чем угрожать не могут, а тем паче вам, дураку. Не обделяйте вниманием своих рвущихся наружу драконов, отслеживайте их и включайте в циклон. Гнев, обида, злость, сексуальная напряженность, любое желание, все это драконы, и все это ваша связанная жизненная энергия. Освобождайте ее и используйте для конкретных поступков. Вы испытываете напряженность или несогласие, закрутите дракона, наполнитесь его энергией, пошлите ее в центр головы и сразу же совершите поступок. Любой, ни в коем случае не упустите этот момент. Мы уже говорили, именно в нем суть вашего внутреннего сокровища. Это опорные точки новой реальности, реальности яркой, страстной, наполненной неиссякаемой жаждой жизни. Начав активно пользоваться энергией освобожденных драконов, вы неизбежно заметите, как меняется ваше отношение к негативу вообще и к тем обстоятельствам и людям, которые в вас его поднимают. Вы обязательно осознаете, что истинное отношение к человеку, вызвавшему страдания и причинившему боль, должна быть благодарность, ибо он пришел пробудить вас, пробудить в вас энергию действия, энергию жизни. Его хозяин, заметив, что мы спим, пришел и разбудил нас, причем не только вернув к ощущениям, но создав доступ к энергии действия. Именно в этом глубинный смысл слов Христа благословляйте проклинающих вас, любите ненавидящих. И не переживайте, что по мере вашей активной работы с драконами их в вас будет становиться все меньше. Поверьте, этого добра вам еще надолго хватит. Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло стать еще хуже, смеется дурак. Сумей этим воспользоваться. хороц хороц